Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эха. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава у нас называется «Хаей Сара», переводится как «Жизнь Сары», и начинается она с информации о том, что Сара умирает в возрасте 127 лет. Значит, краткое содержание главы следующие. Смерть и похороны Сары, и, собственно, тут описывается история приобретения пещеры Махпела и прилежащего поля Авраамом. Дальше рассказывается история о приобретении невесты для Ицхака по повелению Авраама, его управляющий в доме Элиезер. Он отправляется на родину Авраама для того, чтобы найти ему там невесту. С обязательным наказом ни в коем случае не возвращать сына на родину Авраама и не брать невесту из хананьянок, среди которых живет Авраам. И я бы хотел сказать следующее. Ну, во-первых, на правах рекламы мы по четвергам собираемся и разбираем, общаемся по недельной главе Торы, поэтому, кто желает, добро пожаловать. Каждый четверг в 18.30 мы здесь вообще не собираемся и общаемся. И в этот четверг тоже было достаточно интересное общение. И наше общение сфокусировалось, собственно говоря, на миссии Элиезера и на некоторых странностях, о которых нам повествует текст. Значит, я бы хотел, собственно говоря, по Элиезеру и поговорить. Готовясь к этому комментарию, я нашел один интересный отрывочек. Это тоже комментарий к этой недельной главе. И, наверное, я его все-таки не буду читать, постараюсь своими словами. Значит, интересное наблюдение по поводу Элиезера. Значит, вот, собственно, все, что он делал, делал он сам. И в этой истории, фактически, Авраам фигурирует только в начале, как давший ему повеление. Ну, и в конце уже появляется Ицхак, который их встречает после исполнения повеления Авраама. Значит, и на протяжении всей этой истории главный действующий персонаж, в принципе, Элиезер. Кто такой Элиезер, думаю, многие из вас помнят, это управляющий в доме Авраама. То есть нужно понимать, что Авраам действительно был великим и очень богатым человеком. Собственно говоря, у него было очень много людей. То есть дом Авраама – это не только Сара, Ицхак, Ишмаэль. То есть это не 5-7 человек. Если мы вспомним историю, когда Авраам вынужден был вступить в противоборство с армией 10 царей, высвобождая своего племянника Лота, то там говорится о 300 с лишним человеках, верных Аврааму. То есть это мужчины боеспособные, которые могли участвовать в боевых действиях. И это только мужчины. То есть на самом деле его владение и его свита, так сказать, была весьма и весьма многочисленным. Значит, и вот Элиезер, он был управляющим над всем этим. Ну это как бы по нынешним меркам, вот скажем, есть царь и есть вот премьер-министр. Есть президент, есть премьер-министр. То есть премьер-министр, как второе лицо при президенте. Значит, и фактически он всем распоряжался. Если мы вспомним историю Иосифа, то Иосиф фактически занимал ту же самую должность при фараоне по выходе своем из тюрьмы. Он был управляющим над всеми Египтом, и как фараон ему сказал, я вышел из тебя только престолом. Так вот, Элиезер, он участвует как главное действующее лицо в истории приобретения невесты для Эцхака. И интересно, что Тора ни разу не упоминает его в этом отрывке по имени. И вот когда мы разбирали в четверг, мы общаемся, и я называю его по имени Элиезера. Давид говорит, с чего ты взял, что его Элиезер зовут, тут ни разу не сказано. Я говорю, ну, я как бы знаю, кто это из предыдущих глав, я помню. То есть вот интересный момент. Если человек читает этот отрывок, скажем, первый раз или в отрыве от других, он вообще понятия не имеет, а как зовут этого человека. Тора не упоминает его по имени. Он, когда представляется людям, с которыми он там встречается, он себя постоянно называет рабом Авраама. Рабом или слугой с евритой. На еврите это слово овет, оно может быть переведено как раб, как слуга. Но важно, что он никогда не позиционирует себя как некую самостоятельную личность. Он всегда представляет себя как посланник, исполняющий волю того, кто его послал. А его послал его господин Авраама. Он так и говорит, я раб Авраама, я делаю то, ради чего он меня послал. И, прошу прощения, значит. И интересно, значит, то, что он ни разу не называется по имени. Он постоянно называется там рабом. Но интересно, что когда люди, которые его встречают, в частности, та же Ривка, она к нему обращается как господин. То есть интересный момент. Он себя позиционирует как раб, она его воспринимает как господин. Но нужно понимать, она видит человека, богато одетого, с караванами, с десяти верблюдов и свитой. И она, естественно, к нему обращается как господину. Это нормально, понимаете? Если сейчас, скажем, мы идем по улице, останавливается там какая-то очень крутая тачка, а за ней еще девять таких же, выходят телохранители, выходит человек. И как я должен к этому человеку? Эй, ты? Что ты тут делаешь? Ну, понимаете, как бы это нормально. Когда мы, видя окружение, видя представительство этого человека, к нему как господин обращаемся. То есть это очень интересный момент. Интересный он чем? Тем, что, знаете, Писания, они очень часто нам показывают жизнь и деятельность царей, священников, пророков. То есть это как бы некие люди, имеющие достаточно высокий статус, но при всем при этом Писание нам показывает и действия людей вроде бы незначимых. И тут вот, ну, во-первых, вот сам Элиезер, это история. Вспомним историю слуги Элисея, Геезия, если помните. Тоже слуга. И как он себя вел. То есть Писание нам не зря показывает, как ведут себя цари и как ведут себя слуги. И вот один интересный момент, я, наверное, все-таки зачитаю из этого комментария. Вот обычно в Танахе рабами царя называются его министры, приближенные. Но обобщая это выражение, можно прочитать его таким образом, что тот, кто воспринимает себя в реальности как посланца царя, тот является по отношению ко всем другим его представителям. То есть как царь. То есть другими словами, когда мы представляем царя в глазах тех, кому мы посланы, мы, собственно, и представляем эту власть, и мы сами выглядим как царями. И знаете, вот достаточно интересный момент, когда Бог, обращаясь к Израилю по выходе из Египта, говорит, вы будете у меня царством священников. Новый Завет эту фразу уже переводит, вы будете у меня царями и священниками. И книга Откровений говорит, что мы становимся царями и священниками. В каком плане царями? Что мы все цари? Ну, знаете, вот эти места берут для того, чтобы извращенно себя ставить в некую такую позицию, что типа я царь и мне все должны. Знаете? Но на самом деле, если мы смотрим контекст всего Писания, мы понимаем, что царями в глазах окружающих нас людей мы можем стать только тогда, когда мы действительно исполняем волю пославшего нас царя. И тут уместно вспомнить замечательное высказывание самого Ишуа. Это Марка, 10 глава, 42-45 стих. Ишуа же, подозвав их, сказал им. Это, помните, история, когда там начали спорить ученики между собой, кто из них главнее, кто из них важнее, кто какой портфель будет иметь в царстве Ишуа. Вот Ишуа, подозвав их, сказал им. Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. «А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». То есть, если сам Господь говорит, «Я пришел не для того, чтобы принимать служение от вас, а для того, чтобы послужить вам, если мы занимаем такую же позицию, потому что мы им посланы, то тогда и результат будет соответственный». Вот послание к филиппийцам, апостол Павел тоже интересно говорит. «Итак, возлюбленные мои, когда вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». И это очень замечательная идея, которая в Писании присутствует, что мы, как рабы нашего небесного Царя, при всем при этом не должны забывать, собственно говоря, как нам должно представлять этого Царя, чтобы быть адекватно услышанными и адекватно понятыми. И еще один интересный момент, просто чтобы в этом не было крайности, потому что на самом деле, знаете, вот в зависимости от того, как мы себя воспринимаем, если мы воспринимаем себя посланниками, посланниками Господа, то мы вести себя должны соответственно. Если мы как бы себя представляем, это все зависит от того, как мы внутри это все воспринимаем. И вот тоже послание к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную, на разумное служение ваше, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». То есть мы должны понимать, кто мы и для чего мы посланы, с какой миссией. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте более, нежели должны думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому уделил Бог». И вот интересно, что вот эта вот фраза, мы как раз в четверг на разборе Торы и выяснили, что не совсем корректный перевод. Если прочитать подстрочник, то оно будет звучать так. Я вот только самую последнюю идею, мысль, значит, не дум... Ну, говорю всякому у вас человеку не сверхмыслить, вопреки того, что нужно мыслить. То есть Павел перед этим говорит, познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная, и вот вам образец того, как надо мыслить о себе. И не думайте о себе сверх того, что вам открыто и вам выделено. Значит, и дальше... Но думать, чтобы быть благоразумными, как Бог каждому уделил меру веры. То есть смотрите, Бог каждому уделил меру веры. Каждый может в диалоге с Богом узнать свое место в царстве, свою функцию, свое призвание. Потому что Павел, дальше раскрывая эту тему, он говорит, учитель, учи пастырь, паси начальник, начальство и так далее, и тому подобное. То есть, другими словами, вот это вот по мере веры, которую каждому уделил Господь, есть определенная мера, есть определенное место, есть определенный статус, который дал мне Бог. Вопрос, как мне думать о себе? Как я хочу о себе думать? Или как Бог обо мне думает, и Он мне это открывает? Или как мне люди навязывают, как мне о себе думать? Павел четко говорит, по мере веры, которую каждому уделил Господь. То есть, я не имею права думать о себе выше, но я не имею права думать о себе и ниже. Понимаете? И мы должны это понимать. Я просто недавно тоже услышал комментарий, такая интересная тема, к сожалению, времени уже нет, но я два слова еще буквально. Значит, знаете, вот очень распространенная идея, без Бога я ничто, я пустое место. И вот в одном из комментариев я прочитал такую интересную формулировку. Сам по себе без Бога я ничто. И честно, меня эта мысль возмутила. Возмутила в каком плане? Чтобы вы понимали, я осознаю, что Бог – источник моей жизни, источник моей силы, источник всего, что у меня есть. И если Бога убрать из моей жизни, то рано или поздно все, что есть, и то, кем я являюсь, оно превратится в ничто. Но тут есть один небольшой моментик. Знаете, часто встречается в жизни такая интересная ситуация, когда вот есть сын знаменитого отца, известного и знаменитого отца. И этот сын постоянно пытается выскочить из тени своего отца, потому что его везде представляют, как вот это сын этого отца. И знаете, в чем проблема? Если человек действительно не выйдет из тени своего отца, то он внутренне, он никак не определится, потому что встает вопрос, а сам по себе я что? Вот нет папы, что я сам по себе? И вот вы знаете, вот этот вот вопрос, я отделенный от небесного отца, я сам по себе что-то значу для него? А этим будет определяться, что я значу для себя. Вот я сам по себе, я был неверующим, я был во грехе. Сам по себе, без него. Значил ли я что-то для него? Вот я могу предложить кому-то купить вот эту вот пачку бумажек за 100 долларов. Кто-то купит? Нет. Почему? Потому что они не стоят 100 долларов. Вопрос, а сколько заплатил Господь за меня, который был сам по себе и без него? Он отдал своего сына. И теперь я живу благодарностью за то, что он меня самого по себе вот так вот оценил и дал мне осознать мою истинную ценность, которую я имею в его глазах. Понимаете? И поэтому думать о себе благоразумно по мере веры, это значит не позволять миру, не позволять кому-то унижать мое достоинство, но и не превозноситься. Потому что свободный человек с царским достоинством, он ведет себя соответственно. Человек, который внутри себя ощущает как ничто, он и позволяет с собой так вот относиться. Понимаете? И что он позволил себя распять по одной простой причине? Для того, чтобы мы осознали ценность свою в глазах Бога и не позволяли греху втаптывать нас в грязь. Поэтому давайте мы задумаемся действительно, какую цену за нас заплатил Господь, чтобы ценить то, что мы получили и не позволять нам самим и нашей плоти, нашим похотям возвращать нас вот в то рабское состояние. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok